В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Крещенские купания – религиозный обряд, который берет свое начало в народных традициях. Ежегодно сотни горожан приходят на Качгартинскую курью к Иордане, чтобы совершить омовение. Как сделать это правильно, без вреда для здоровья и стоит ли вообще купаться в проруби? Поговорим с исполняющим обязанности заведующего Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ненецкой окружной больницы Анны Филипповой. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, вот есть польза или вред от крещенских купаний вообще? Нужно ли лезть в прорубь? Если человек ощущает себя максимально комфортно, бодро, хорошо, ничего не беспокоит после погружения в купель, то, наверное, тогда польза для них есть. А вообще погружение в ледяную воду – это стресс для человеческого организма. Происходит, смотрите, мощный выброс адреналина в кровь, и сосуды резко сужаются. То есть для людей с заболеванием сосудистой системы достаточно серьезный риск погружения в такую ледяную воду. То есть, естественно, для людей, имеющих хронические заболевания, погружение в купель также может спровоцировать обострение заболевания. То есть, может быть, все-таки это вред. И вообще людям, которые не обследуются у специалистов, да не знают о своем состоянии здоровья, погружаться в купель достаточно рискованно. Если они раньше даже не закалялись. То есть первичное такое погружение происходит. Анна Михайловна, кому точно не стоит? Вот прям 100% кто не должен купаться? Это, ну вообще, как я сказала, все люди с хроническими заболеваниями и люди с сердечно-судистыми заболеваниями. С заболеваниями центральной нервной системы, кожными заболеваниями, эндокринной системы, заболеваниями. Вот им точно. Людям, перенесшим инфаркт, инсульт, имеющим аритмию сердечную, гипертонию, гипертензию. Противопоказано. Детям, беременным женщинам, детям до 18-летней рекомендуется. Детям, почему? Потому как у них система терморегуляции еще несовершенная, поэтому погружение вообще в ледяную воду у них может пристиг нарушением ритма сердечно-судистой системы и также эндокринной системы. Да и слой подкожно-жировой клетчатки у них все достаточно тонкий, поэтому переохлаждение достаточно быстро может произойти. А детям это какой возраст? До какого возраста считается, что 100% нельзя? До 16 лет точно не нужно погружаться в купель. А если кто-то решил все-таки окунуться, что нужно перед этим сделать? Вообще нужно начать себя готовить заблаговременно, где-то за полгода. Вообще с летнего периода желательно начать готовиться. Или вы имеете в виду про первичное погружение, вот буквально за месяц, да? Нет? Если за полгода, то вообще лучше начинать с воздушных ванн, закаливания, постепенно переходя к водным процедурам, ну и потом только к моржеванию. А если уж человек решил все-таки окунуться первично, скажем так, не закаливаясь ранее, ну он должен, наверное, за час как минимум плотно поесть. Естественно, никакого алкоголя ни до, ни после. Взять с собой термос с чаем теплым, горячим чаем, сладким. Взять с собой максимально комфортную, удобную одежду, свободную, теплую, чтобы ее можно было легко надеть, легко снять. Полотенце, халат махровый, обязательно шапочку. Почему шапочку латексную? Чтобы при погружении в купель с головой не происходило так быстро отдача тепла. Тапочки резиновые, противоскользящие. Ну вот примерный набор для погружения. Перед этим, конечно, нужно разогреться. Вот человек должен, я так понимаю, там оборудуют, наверное, балками теплыми эти купели. В балке, значит, необходимо раздеться. Но если это происходит, допустим, и на улице, я не знаю, как у нас народ в Наринмаре раздевается, да, одевается после купели. Если это в балке, то, понятно, выходишь в халате. Желательно, конечно, чтобы кто-то был из знакомых друзей, да, не в одиночку, чтобы кто-то мог помочь подать там полотенце, халат. И подходишь к купели в тапочках, чтобы не поскользнуться, отдаешь халат, постепенно погружаешься в эту холодную воду. Нельзя быстро. Это приводит к резкому спазму сосудов. Вообще, это опасно даже остановкой сердечной деятельности. Поэтому всё постепенно. Новичкам вообще не более пяти секунд позволено находиться в ледяной воде. Поэтому подошли, погрузились, совершили вот этот обряд, вышли и бегом осушили тело своё, там полотенцем, накинули халат. Вообще одежду лучше с собой взять свободную. Может быть, даже валенки на ноги, что-то такое лёгкое, тёплое, очень объёмное. Анна Михайловна, скажите, вот нужно перед тем, как зайти в купель, нужно разогреться? Что подразумевается под разогреться? Это нужно какие-то упражнения поделать, попрыгать, побегать, потереться полотенцем? Что надо делать? Ну, совершенно верно, вы всё это назвали. Нужно разогреться физически. То есть человек разделся и действительно разогрел себя физическими упражнениями. Руками помахал, поприседал, понаклонялся, попрыгал, разогрел свой организм. И только после этого погружается. Но, как я говорила, погружается постепенно в купель всё-таки. Заходит постепенно. И для новичков достаточно вообще одного погружения. Одного погружения не более. А вообще людям в купелье позволительно, с медицинской точки зрения, находиться не более 20 секунд в ледяной воде. То есть никаких троекратных погружений? Это просто зашёл, погрузился и сразу же вышел? Ну, если за 30 секунд, 20-30 секунд человек успевает 3 раза погрузиться в воду, то... Вообще новичкам я говорю не более 5 секунд. Можно один раз. Вообще, с какой целью вообще человек погружается в воду? Наверное, хочет смыть свои грехи. Я думаю, однократного погружения достаточно будет. А вообще лучше, конечно, с моей точки зрения, сходить в храм, оставить службу, исповедаться, причаститься на литургии, набрать воды освященную. Самый лучший вариант, наверное, будет имение такой стрессорный для организма. Я знаю, что многие люди считают, что если они погрузятся в ледяную воду один раз в году, то это им даёт здоровье, и что они весь год не будут болеть. Так ли это на самом деле? Ну, конечно, нет. Люди закаляются, ведь многие закаляются, не прибегая к моржеванию. А вы представляете, человек незакалённый и один раз погрузился в ледяную прорубь, ну, и, разумеется, это стресс. Это, может быть, даже наоборот подстегнёт какие-то заболевания, не обострения каких-то заболеваний хронических. Ну, если, кстати, человек уже имеет какие-то начальные проявления респираторных заболеваний, ну, или их конечную стадию, то, естественно, погружаться не стоит. Нужно дождаться полного выздоровления. Кстати, в период сейчас нашей неблагоприятной эпидемиологической обстановки, да, нужно очень внимательно относиться к своему здоровью, очень тонко чувствовать, как человек себя сейчас ощущает. Если чувствует какое-то малейшее недомогание, естественно, погружаться не стоит. И по поводу, кстати, прививок от коронавируса, делать её уже можно будет только через два дня после погружения в купель. Ну, либо за неделю до. Ну, соответственно, если человек привился, да, позавчера, то не рекомендуется уже погружаться в купель. А что происходит с организмом, когда человек погружается в холодную воду, вот в ледяную, когда происходит такой стресс, что происходит с сосудами, с кровеносной системой? Сосуды резко сужаются, происходит мощный адреналиновый выброс в кровь, как я говорила, и сосуды резко сужаются, и сосуды головного мозга, и сердечная мышца. То есть человек может даже сознание потерять в купеле. Это может и к инфаркту привести. То есть людям с ишмической болезнью сердца, с аритмиями нежелательно, гипертоникам нежелательно. Это также может спровоцировать различные заболевания мочеполовой системы продуктивной. Поэтому стоит ли так рисковать? А почему нельзя употреблять алкоголь во время вот этих вот погружений? Ну, вот как я сказала, во-первых, алкоголь изменяет сознание, во-вторых, человек может и потерять сознание во время погружения. Поэтому алкоголь точно не стоит. Он также приводит к сужению сосудов. Поэтому не рекомендую алкоголь никак. Да и вообще такой светлый праздник, да, как крещение, алкоголь, мне кажется, это не совсем совместимо. Все-таки лучше согреться горячим чаем. А чай какой-то особенный должен быть? Он должен быть там сладкий, травяной, или это может быть просто черный чай? Имеет какое-то значение? Ну, все на любителя. Желательно, чтобы был сладенький. Кстати, я еще забыла сказать, что ни в коем случае нельзя, людям с сахарным диабетом погружаться в купель, в ледяную, так как при этом еще происходит мощный подъем уровня глюкозы в крови. Поэтому диабетикам также не рекомендуется погружение. Вообще чай любой на вкус. Можно сладенький, чтобы быстрее согреть организм, энергетически подпитать. Вот давайте поговорим о том, что вот как себя, вот если человек все-таки решил, вот вы уже говорили, да, за полгода где-то надо себя начать готовить. Вот каким образом вообще это происходит? Закаливание, да, вы имеете в виду? Да, да. Как вот нужно закалить себя, приучить к тому, что не страшно окунуться потом не в купельни? Ну, смотрите, закаливание – это в первую очередь повышение устойчивости организма к пониженным температурам. В первую очередь. И поэтому лучше всего, конечно, начать закаливание с воздушных ванн. И постепенно переходя к водным обтираниям, и только потом уже к водным обливаниям и водным процедурам. Почему хорошо летом? Потому что все-таки тепло, организм будет привыкать постепенно. И вообще самое главное правило закаливания – это постепенность, плавность, регулярность. То есть ничего агрессивного в закаливании быть не должно. Понижение температуры должно происходить медленно. Сначала это прогулки на свежем воздухе, плавание в естественных водоемах летом. Также погода меняется, причем прогулки каждый день в любую погоду, независимо от времени года. Поэтому постепенно, переходя осенью, ну, также рекомендуют купаться, да, и переходя постепенно к зимнему моржеванию. А вообще воздушные ванны, вообще рекомендуют начинать со сна при открытых форточках в зимнее время, при открытых окнах в летнее время. То есть начинается все время при сне с открытым окном. Дальше это водные обтирания, то есть можно начинать обтираться полотенцем, температура где-то 28-30 градусов, постепенно, каждую неделю снижать на 1-2 градуса. Ну, естественно, нам нужна регулярность. И только, доводя, кстати, до температуры воды 10 градусов, да, во втирании. И затем можно переходить уже к обливаниям. Сначала, вообще, контрастный душ, сначала это будет, то есть вы стоите под холодной водой, под теплой водой 20 секунд, под холодной 5 секунд. Так, 3-4 подхода, через 2 недели, 2-3 недели можно уже стоять 20 секунд под теплой и 10 секунд под холодной. Постепенно, вот, увеличивая, вернее, сравнивая время теплой и холодной воды. То есть по 20 секунд под теплой и холодной. И температура воды холодной, ну, где-то 10 градусов должна быть. Это контрастный душ, ну, и затем можно, наверное, потихонечку приступать к выходу на улицу в зимнее время, босиком по снегу сначала ходить, сначала обтираться снегом, только потом уже приступать к обливанию холодной водичкой. Вообще, начинать лучше с конечностей, с ног, и потом постепенно, постепенно обливая все тело. Причем, почему из ведра лучше? Потому что это более плавное такое скользящее движение, не такое стрессорное для организма. А вот моржевание, оно же подразумевает, наверное, не один раз в год ты пошел искупался, да? То есть в ледяной воде должен купаться там? Да, да, нужно регулярно все-таки, да. Если это закаливание, говорим о закаливании, то это регулярные все применения процедур всех. Поэтому, ну, моржевание, если вот человек считает, что он один раз погрузился, раз в год, то, разумеется, никакой пользы для здоровья, ну, в принципе, нет. А я слышала вот такое еще, что вот те, кто занимаются моржеванием, у них так достаточно толстый слой жира, да, подкожного жира. То есть если там худенькая женщина была, она занялась моржеванием, она накопит жир, получается, что ли, так? Так, возможно, и так. Возможно, идет теплообменные процессы в организме выше, и человек больше потребляет, и, возможно, это защитная функция организма. То есть это легко еще и набрать можно, да? Возможно. Ну, каждый организм индивидуален, все очень индивидуально. А детей с какого возраста нужно приучать? И стоит ли вообще детей приучать вот к тому, что там и холодная вода, и температура, и закаливание, или есть какие-то границы, что там ребенка с определенного возраста только можно? Вообще закаливание детей начинается с посещения педиатра. Дает педиатру добро, пожалуйста, закаляйте. А вообще можно с младенчества, да, вот вы переодеваете, допустим, малыша, подгузничек сняли, подержали его минутку-две на воздухе, без одежды. И вот так постепенно увеличивая время. Можно потом это все совмещать с массажиком, с гимнастикой, проветривать помещение и постепенно, ну там раз, допустим, в неделю снижать на градус-два температуру помещения. Это уже идет закалка. Гулять, прогулки на свежем воздухе, чем дольше, естественно, тепло одеть ребенка, и чем дольше прогулки, тем лучше закаливание. Потом можно постепенно приучать ребенка к мытью ручек-ножек холодной водичкой. Затем обтирать уже все тельце водой. Причем нужно начинать с температуры в 36 градусов, да, и затем через каждую неделю на градус понижать температуру воды. И когда уже эти обтирания достигнут 20-ти градусной температуры, тогда можно постепенно уже обливать ребеночка холодной водой. Также начинаю с ножек, затем постепенно доводя до обливания всего тельца. То есть и дети, в принципе, могут тоже и купаться в ледяной воде? Нет, вы знаете, все-таки в ледяной воде ребенку купаться нежелательно. Как я говорила, это приводит к нарушениям сердечно-судистой системы и эндокринной системы, потому что все-таки нежелательно в ледяную воду детей окунать. И все-таки вот закаливание, что оно дает? Действительно, что человек практически не болеет вообще ничем? Или это все-таки... Ну, научно не доказано. Научно не доказано, поэтому подтверждения научных не имеет. Но, да, эффект виден. Устойчивость организма к пониженым температурам есть. Ну, это дает, понимаете, это ощущение какой-то бодрости, радости, сон лучше становится. Естественно, масса биологически активных веществ выбрасывается при этом в кровь. И человек лучше чувствует себя, ну, в какой-то мере, да, физическое, психическое здоровье улучшается. Но он не 100% защищен от респираторных заболеваний? Да, конечно, никто уже человека из-за каленого не защитит от тех же самых обморожений. Ну, устойчивость, да, вот таких людей к пониженым температурам уже существует. Вот мы все-таки вернемся, да, к купаниям. Вот человек искупался. И были ли у нас обращения, когда человек вот неподготовленный купался, обращались ли к врачам? Я знаю, что там дежурят каждый год, дежурят бригады скорой помощи. Обращались, были какие-то последствия? Ну, знаете, как говорят наши врачи региональные, таких пациентов у них не было, не обращались с жалобами. То есть, видимо, все достаточно гладко проходит. А может быть, отсроченный какой-то эффект вот от того, что ты искупался, и потом у тебя не сию минуту тебе плохо стало, а через какое-то время? Ну, конечно, никто же не застрахован от этого. Конечно, там все-таки идет переохлаждение организма. Как долго ведь погружен человек, я не знаю. А на что надо обратить внимание, чтобы вот все-таки не пропустить, если у тебя какие-то проблемы после этого начались, в какое время вообще они могут проявиться? Ну, во-первых, это может быть подъем температуры. Во-вторых, какие-то респираторные заболевания, да, симптоматика респираторных заболеваний. Ну и общая слабость. Если возникает, то да, скорее нужно обратиться к врачу после данного купания. А перед тем, как вот человек даже неподготовленный решил, нужно ему обратиться, можно вообще обратиться к врачу, и к какому врачу ему обратиться, чтобы там врач просто сказал, можно вообще... Дал добро. Да-да, ну добро-недобро, вообще сказал, что там, допустим, что действительно лучше вообще не заходить вообще. Нужно это делать или не нужно? Как это происходит? Ну, как я говорила, к терапевту, да, детей если закаляют, то к педиатру, и перед погружением, кто принял такое решение, то, естественно, к терапевту лучше обратиться, в первую очередь к терапевту. Тогда уже врач даст, либо направление каким-то узким специалистам. Врач ведет человека, знает о его заболеваниях, поэтому сориентируется. Ну вот вы говорите, вряд ли врач будет, прям вот если это первичное будет решение у человека, вряд ли врач будет за. Ну, тогда да, тогда, я думаю, скорее всего, значит, абсолютно, если это вообще первичное обращение, да, человек ранее никогда не обращался, тогда да, в первую очередь, наверное, значит, какое-то обследование. Как же так? Не зная результатов, какие-то исследования можно отправить человека погружаться. Если человек никогда... А вообще, конечно, лучше обращаться за медицинской помощью, тем более она доступна, пожалуйста, раз в год проходите первичное медицинское обследование, либо диспансеризацию. Так же с 18 до 39 лет, раз в 3 года, старше 40 лет, так же ежегодно. Пожалуйста, обращайтесь. Хоть и знать о своем состоянии здоровья. А если говорить о закаливании, оно полезно абсолютно всем, или тоже есть какие-то нюансы при закаливании? Ну, я думаю, об этом все-таки скажет врач, лечащий врач у каждого человека. Я думаю, ну, если есть какие-то хронические заболевания, возможно, врач даст либо какую-то отсрочку, либо вообще позволит отдельные виды закаливания. Самые ведь, наверное, безвредные будут виды закаливания – это воздушные ванны. Для кипертоников очень хороши. То есть это просто где-то постоять на воздухе, правильно? Это воздушные? Ну да, привыкать к низким температурам постепенно, да. А можно вообще привыкнуть к низким температурам? Это все-таки обливание холодной водой. Ну, тоже, наверное, не всем подходит. Врач, я думаю, сориентируется, да, и подскажет. Допустим, вот человек решил закаливаться, да, вот он начал закаливаться. Вообще, это должно быть какое-то… Вот что должно подтолкнуть человека, да? Какая должна быть мотивация? Ну, понятно, что вряд ли человек, который решил в Крещении искупаться, вот у него спонтанно это возникло. Но вот если все-таки человек действительно шел к этому, какая должна быть мотивация, каким образом себя… Это же получается… К регулярности вы имеете в виду. Регулярность должна быть, да. То есть это нужно себя замотивировать, не один день это делать, а как бы на длительный период. Я не знаю, могу только предположить, я закаливанием не занималась, но исходя из того, что после вот данного вида процедур улучшается настроение и появляется ощущение бодрости, то я думаю, наверное, уже одно это мотивирует людей, заниматься закаливанием. Спортсмены почему бегают, занимаются спортом? Потому что это для них уже как, ну, так называемый хороший наркотик. Ну, тоже себя сложно заставить, это же надо какое-то время заставлять, а потом это уже будет наркотиком. А пока-то… Ну, вначале, наверное, какие-то свои должны быть мотивы. Вот насчет закаливания, не знаю, может быть, люди полагают, что меньше будут болеть. Очень хороший стимул. Все-таки, что нужно делать, чтобы меньше болеть? Вот я… Вести здоровый образ жизни. А что включается вот в здоровый образ жизни? Здоровое питание, отсутствие вредных привилчиков, то курение, злоупотребление алкоголем, нормальный сон, полноценный сон, занятие физиактивностью, спортом. Сколько человек должен спать? Не менее 8 часов. А во сколько взрослый человек должен спать, ложиться? И ребенок во сколько спать, ложиться? Не позднее 23 часов взрослый человек должен лечь спать. Ну, и ребенок там в зависимости от возраста у них. Ну, дети, я не знаю, может быть, кто-то в 9 часов укладывает младшей. Я ведь не знаю, кто как встает, кто как ложится. Ну, детям 10 часов вполне достаточно. А витамины, какие-то добавки пищевые вообще-то нужно? Да, если человек не против употреблять какие-то биодобавки, конечно, вред не принесут. Тем более у нас на севере, мы проживаем, где у нас так, мне кажется, овощи, фрукты, обедненные витамины приходят. Поэтому дополнительные биодобавки только на пользу пойдут людям. Ну, это тоже, наверное, с врачом надо, да? Конечно, конечно, только после консультации с своим лечащим врачом. Вот все-таки, что бы вы посоветовали людям, которые сегодня решат пойти ночью искупаться? Вот прям план действий. Если все-таки первично человек на него не воздействовало ничего, он решил все-таки искупаться, веря, что он будет здоров. Первый раз, да? Да. Первый раз. Ну, естественно, в первую очередь максимально хорошее самочувствие, чтобы ни день ничего не беспокоило. Вакцинация за неделю до от коронавируса. Затем набор всех принадлежностей, одежды, термос с горячим чаем. Одежда свободная, повторюсь, тапочки, шапочка латексная, полотенце, халат. Хорошее настроение. Главное — успокоиться. Если кто-то волнуется, можно подышать. Методика глубокого дыхания у нас существует. Вдох на 1, 2, 3, 4. На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выдох с задержкой дыхания на вдохе. Пожалуйста, успокоились, провели физнагрузочку перед погружением, разогрелись и погружаетесь с хорошим настроением. С хорошим настроением выходитесь. А что дома делать? Приехал, переоделся и дома какие-то действия? Нужно что-то сделать, чтобы... Смотря в какое время это будет происходить, погружение. Ночью купаются все в основном. Ночью, я не знаю, думаю, приехать, наверное, чаю попить горячего, если может проголодался, слегка перекусить. Ну и все-таки ночью спать, наверное, завтра рабочий день. Если кто-то завтра работает. А вообще, конечно, лучше в храм сходить. А еще вот я знаю, что вот эту воду набирают, ее пьют. Насколько это безопасно с точки зрения медицины? Не знаю, не могу сказать. На этот вопрос ответить. Я приобретаю воду, освященную в храме. Я думаю, лучше приобрести ее в храме. Получается, что все-таки лучше закаляться и крещение... Закаляться однозначно. Как крещение, а нужно закаляться, нужно ввести здоровый образ жизни и... Здоровый образ жизни в первую очередь, потом закаляться, да, и только потом, возможно, прибегнуть к морожеванию. А у нас вот в округе, в Наринмаре, есть моржи, которые укупаются? Вот нет такой статистики, нет таких данных? Я не знаю, к сожалению. Не обращаю... Нет, не обращала внимания. Не обращали внимания. Просто интересно, может быть, есть вот... Бывает, что в городах там сообщество целой моржей, которым ничего не страшно у нас тут. Про моржи в нашем регионе я не слышала. Возможно, если вы говорите о том, что в прошлом году погрузились в купель 300 человек, и, возможно, они это делают регулярно, то, возможно, есть какое-то сообщество моржей. Тем более, вот, вы говорите, погружались люди, скажем так, старше пенсионного возраста, то, наверное, они делают это не впервые. Возможно, так же состоят в этом обществе. А если раз в году на крещение купаешься, регулярно много лет, это считается уже регулярным моржеванием или нет? Нет, конечно, нет. Вообще, моржевание – это же как вид закаливания, да, а закаливание, оно должно быть систематичным, ну и не раз в год, разумеется. То есть каждую неделю, и, возможно, не один раз, но купаться в ледяной воде можно каждую неделю. А вот я знаю, что люди, когда в баню ходят, они потом из бани выходят из парилки в сугроб сразу? Тоже достаточно экстремальный вид закаливания, да. Он экстремальнее, чем просто обливание водой на улице. А польза есть от этого или тоже какие-то такие… Ну, если человек это делает регулярно, на самом деле регулярно, еженедельно, и перед этим какие-то другие виды закаливания использует, то да, почему нет? А детей можно? Так же нет? В сугроб из парилки? Ну, нет, нежелательно. Почему? Нежелательно. Но все-таки это переохлаждение идет, организм разогретый, погружение в снег, мне кажется. Для детей все-таки экстремально. Да это, кстати, для них еще может быть психологическим стрессом. Поэтому, ну, нежелательно. То есть детей лучше всего беречь аккуратненько? Да, все по ощущениям, все по их ощущениям. Вообще закаливание, оно же должно быть, как я говорила, плавным, постепенным. А вот такое резкое погружение для детей, это уже экстрим. Анна Михайловна, спасибо, что нашли время, пришли к нам. Спасибо вам. Наша программа подошла к концу. Напоминаю, речь в ней шла о том, как искупаться в крещенскую ночь и не попасть в больницу. Экспертом выступала исполняющая обязанности заведующего Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ненецкой окружной больницы Анны Филиппова. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok